Сегоднячка 23-летняя петербурженка Марина Криволеса находится в тяжелой ситуации. Она не может ходить, хотя ее заболевание излечимо, но денег на лечение нет. Она переболела в первом классе, очень тяжело. Была ветрянка, и ушной отец был, очень тяжелый был. И ведь, по-видимому, дала осложнение, и она перестала ходить. И мне казалось, что это пройдет, и все вернется на круги свои, и я буду ходить снова. Но просто такого не случилось. Несмотря на глубочайшую душевную травму, Марина Криволеса нашла в себе силы не только закончить школу, но и поступить на юридический факультет университета, и окончить его с красным дипломом. Я в первом классе перестала ходить, и потом мне сложнее и сложнее стало передвигаться. И в университет я уже поступила в коляске, будучи в коляске. В коляске заканчивала университет все пять лет, отучилась в коляске. Марина не парализована, просто ее позвоночник утратил способность держать вес. Родители, тренеры по художественной гимнастике, испробовали десятки методик лечения. Очень много мы прошли. Мы и у Декуля были, и у Касьян были. Очень много мы прошли. К сожалению, ни один российский специалист не сумел вернуть Марине утраченную способность ходить. Наш российский хирург вывел нас на клинику во Франции. Клиника доктора Балини. Там дали нам гарантию, стопроцентную гарантию дали, что девочки помогут. Ну, значит, Марине помогут. Стопроцентная гарантия. Это слова, которые с некоторых пор не дают покоя Марине и ее родителям. И сумма-то лечения не особо велика – 13 тысяч евро. Но семья живет в однокомнатной квартире на учительские зарплаты. Родители Марины надеются, может, есть добрые люди. Может, кто-то оплатит дипломированному юристу лечение в счет будущего заработка. А сама Марина от всей души желает телезрителям только одного. Чтобы никто никогда не очутился в такой ситуации или в подобной ситуации, как у меня.